Такая вот речка. Места здесь задичали, здесь раньше был овраг, кустов этих не было, здесь тек ручей когда-то, подал в реку. Тут был такой пляжик, сейчас это все заросло травой. В самом детстве начинал здесь ловить, ловился и хороший галавль, иногда в этом месте ловили хороших карасей, также здесь вот на этом месте словил свою первую щуку в жизни. Еще помню тогда у меня был Невский спиннинг, Невская катушка и вот в таких условиях я ловил. Сейчас как видите все заросло, задичало. Смотрю стоит здесь какая-то палочка, кто-то здесь когда-то ловил на удочку, но уже даже подставка под удочку проросла, пустила корни, здесь растут листья. Место интересное, сейчас разложу спиннинг и попробую здесь половить. Попробую ловить на вертушку МЭПС, третий номер. Правда не знаю сейчас какая здесь глубина, какое дно. Речка маленькая, кидать надо аккуратно. И будет ли тут вообще что-нибудь ловиться. МЭПС, третий номер. Попробую ловить на вертушке, надо менять место здесь похоже ничего нет и было бы уже давно клюнуло очень мелко и очень много зацепов пришел друзья на второе свое место тоже все очень одичало очень давно и здесь не был раньше вот где я стою вот это вот все было вода а здесь мусор грязь куда было вот до сюда все был пляж раньше когда стояли воинские части назывался солдатский пляж сейчас вот как все заросло все задичало там была такая горка в детстве раньше на ней катались на санках а сейчас на ней растут деревья даже если ничего и не словлю видео просто выложу как бы память такая вот пришел на старые свои рыбацкие места в этом месте у меня когда-то щука сломала спиннинг в двух местах в итоге я вытянул щучка была на 4 килограмма спиннинг тогда у меня был складной старый первые складные спиннинги когда появились как сейчас помню было сломано на втором колени и на четвертом а сам спиннинг был 6 коленка как бы места красивые интересные здесь можно и попробовать покидать воблер посмотрим может быть что-нибудь и словлю попробую пока покидать блесну вертушечку а то здесь в этом месте и первые мои окуни были словлены на спиннинг а даже не знаю есть здесь рыба нету и как бы места интересные но не видно что здесь кто-то ловил много было всегда рыбаков сейчас все замечало зимой даже здесь головля ловили сальдо попробую наверно покидать риджика может быть он что-нибудь здесь словит попробую риджа 90 в друзья от фирмы биркинг посмотрим как он себя здесь проявит какая-то рыбка он гуляет уже голавлик мелкий посмотрим риджик системой дальнего заброса летит для такой речки очень далеко закинул на дерево при забросе они стала здесь рыба то что было раньше вроде бы рыбаков меньше стало и места задичали не знаю как-то раньше здесь было намного интереснее лучше на этом можно рыбалку заканчивать друзья рыбки не словил походил по своим старым местам вспоминал детство приятно друзья иду домой комаров куча вот на тропинке встретил вот такого вот маленького ежика не выдержал ребята сидеть дома мама в гостях вот решил опять сбегать на речку вчера комары начали жрать я даже не успел сложить спиннинг потому что реально комары были голодные вчера уже не мог показать вот эти места сегодня покажу смотрите как здесь за 15 лет все заросло на игры здесь лет 15 не был в этих местах там стояли раньше воинские части вот этих кустов деревьев раньше не было здесь шел забор стоял парк стояла военная техника постоянно вот здесь сейчас иду по тропинке здесь вот этих вот кустов не было можно было спокойно подъехать на машине была дорога сейчас все так задичала что хорошо что есть тропинка хоть какая-то чтоб можно было пройти я скоро уже приду на место и буду ловить точнее пробовать ловить рыбу все очень поменялось очень сильно такие вот заросли с меня ростом крапива всякий бурьян сорняки вот здесь вот раньше была такая огромная хорошая горка сейчас я как смотрю раньше вот так вот здесь в детстве катались на санках а сейчас на этой горке растут деревья за 15 лет так все поменялось бы я сам живу недалеко от этого места но у меня возле дома метрах 800 река западная двина я как-то стал ходить постоянно рыбачить на двине про эти места просто уже и не вспоминал как сейчас решил сходить посмотреть и очень-очень-очень удивлен мне говорили что здесь все так заросло даже не могу поверить что реально вот так вот где раньше был пляж вода до дерева вон до того было заходили в воду вот отсюда а сейчас сейчас просто стала речка и даже нет упоминания о пляже попробуем посмотрим может чего-нибудь и славлю сегодня 3 августа по реке уже уже плывут опавшие листья прям как осенью ловить буду на риджика 90 попробую пока его покидать вчера время мало было примерно где-то часик немножко побольше попробую сходить еще на пару мест не знаю что там творится там скорее всего тоже все заросло интересно осталось здесь хоть рыба рыба то должна быть вчера брать не хотела места дикие рыбаков здесь не видно поэтому рыбка по-любому должна быть посмотрим попробуем глубины здесь не очень большие раньше когда был пляж здесь было срос человека где-то метр восемьдесят глубина но сейчас уже но вряд ли наверно метра полтора максимум здесь но вчера ни одного удара не было вот такой поворот деревья просто из-за погоды рыбка не хочет брать погода меняется крутит каждый день то тепло то холодно вода такая мутноватого вода такая мутноватого дожди идут пока что рыбки не видно пришел еще на одно место здесь тоже когда-то был пляж сейчас уже выросла на месте пляжа осинка это же трава с мой рост чуть добрался сюда попробую посмотреть что здесь тропинка есть какая-то люди куда-то здесь были ходили даже рогатка стоит от удочки значит кто-то здесь когда-то ловил попробую покидаю реально места очень поменялись очень сильно все изменилось там увидим сюда рыбаки и не ходят тоже сильно тут и не покидаешь два-три места и все раньше можно было вдоль всего берега пробрасывать вернулся опять на большой пляж там реально не пройти все позарастало раньше было столько интересных мест и можно было покидать а сейчас вот раз два три и все больше нету рыба тоже не активная ни одного удара ну как говорится и пустые рыбалки это рыбалки не все рыбаки идут на рыбалку за рыбой а идут просто получить эстетическое удовольствие отдохнуть расслабиться подумать я считаю самый лучший отдых это отдых на рыбалке пусть иногда после него и устаешь но ты получаешь удовольствие природа ветерок комарики если клюет рыба это вообще замечательно рыбка плевать отказывается не думаю что здесь ее нету река впадает в западную длину поэтому рыба по-любому здесь есть и есть хорошая рыба где она сейчас вот это вот вопрос не хочется кидать другие воблеры здесь глубина небольшая и раньше в детстве была самая дорогая рыбалка это рыбалка на двине особенно когда не на двине на полоте особенно когда учились в школе пойдешь на рыбалку пару приманок по-любому оставишь на местных корягах тогда не было еще ни отцепов ничего только длинная палка если спасал это не всегда часто не хочется экспериментировать сильно с приманками чтобы остаться без них бобры навалили деревьев везде коряги деревья в вазе туда дальше пошел так там вообще ужас бобров развелось очень много такие вот видно лежат деревья ветки и так вот вдоль всего берега даже много деревьев которые лежат прям через речку переброшенная бобров реально очень много они уже не боятся людей даже можно вплотную подойти это у меня есть видео рыбалка на двине ладно попробуем еще поменять местечко покидать посмотрим что будет вот друзья рыбалка подошла концу рыбу я так и не словил но зато прошел по местам своего детства вспомнил как раньше мы здесь словили рыбу с друзьями сейчас конечно очень удивлен здесь нету рыбаков все так задичала заросло ну получил получил удовольствие воспоминания из детства это самое главное я сюда начал ловить я сюда начал ходить ловить рыбу наверное лет с десяти а сейчас уже с этого момента прошло 30 лет так вот друзья ходите по своим старым местам вспоминайте как это было иногда это очень интересно до новых встреч друзья всех благ вам и вашим близким кому понравилось ставьте лайк а кому нет то ставьте дизлайк ни хвоста ни чешуи на рыбалке удачи друзья а